В этот день 2000 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Казахстаном и ЮНЕСКО. Напомним, что наша республика вступила в ЮНЕСКО в мае 1992 года и сразу же представила ряд программ в области науки, образования, культуры и коммуникации, среди которых включение в календарь памятных и юбилейных дат 150-летия Абая Кунанбаева. В этот день 2005 года в Алматы в Национальной библиотеке Индийским культурным центром при посольстве Индии в Республике Казахстан был открыт Центр изучения Индии. Он призван содействовать развитию более тесных отношений в сфере культуры и образования между Казахстаном и Индией. Посетители центра имеют возможность виртуального обмена мнениями, проведения видеоконференций и просмотра информации по Индии на разных носителях. В этот день 1173 года на кафедральной площади Пизы был заложен первый камень Пизанской башни. Строительство башни велось почти 200 лет. Раньше считали, что наклон башни являлся частью проекта, но сейчас эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен. Сочетание маленького фундамента и мягкой почвы привело к тому, что строение наклонилось и на сегодня отклонение от вертикали составляет 4,8 метра. В этот день 2007 года в Астане состоялась презентация книги Бориса Резванцева «Тропами Шамбала» от Алтая и Урала. Это книга о природе, об экологии, о богатстве недр Евразии и Казахстана в частности. Борис Резванцев – путешественник и фотограф. Занимается организацией поисковых экспедиций по Уралу, Алтаю и Средней Азии. Основная цель его экспедиции – это поиск и изучение ландшафтных культовых объектов. В этот день 1945 года началась Маньчжурская операция – стратегическая наступательная операция советских войск. Цель – разгром японской Квантунской армии и освобождение территории Китая. Штурм начался утром 9 августа. Авиация нанесла бомбовые удары по военным объектам неприятеля, а артиллерия начала массированный обстрел защитных сооружений японцев. Редактор субтитров А.Семкин